Сегодня бизнес уделяет внимание переработке вторсырья, зеленению территории, оптимизации использования природных ресурсов, помощи больницам и детским домам. Эти вопросы социальной работы в коммерческих компаниях называют повесткой ESG. Предприятия улучшают окружающую среду, благодаря этому создают новые направления для развития собственного бизнеса, внедряют новые инструменты для достижения целей. Иногда в рамках ESG создаются и новые производства. К примеру, в нашем регионе работает завод по утилизации автомобильных шин. Их измельчают в крошку, материал используют для резинового покрытия спортивных площадок. О своем опыте представители бизнеса рассказали на шестом международном байкальском риск-форуме. Сессию технологий ESG-трансформации для бизнеса организовал СБЕР. Малый бизнес в нашем ключе – это предоставление таких площадок по утилизации. Крупный бизнес как раз ищет партнеров, кто будет принимать на утилизацию те или иные отходы, в том числе и шины, и бытовые отходы, и пластик, и все возможное. На сессии ESG «Устойчивое развитие» в формате круглого стола обсудили новые идеи и совместную работу малого и среднего бизнеса, региональной власти и СБЕРа. У нас, возможно, появятся проекты, которые именно будут работать на устойчивое развитие. Вообще, это риск-форум. Какие же риски сегодня испытывает Иркутская область для внедрения устойчивого развития и вообще факторов ESG? Этих рисков великое множество. И что будет, если мы не внедрим это? Это же тоже к рискам относится. Сегодня целью у нас было на брифе как раз собрать субъект малого и среднего бизнеса и с разных сторон, например, крупных компаний, например, таких же предприятий из малого бизнеса с участием различных организаций органов государственных, законодательных органов власти, показать о том, что это выгодно, что это можно использовать, какие возможности для этого есть. СБЕР уже активно использует свои возможности и популяризирует это направление. За год подписано 11 соглашений с партнерами, которые тоже используют принцип ESG в работе. Эту деятельность в Байкальском банке планируют усиливать и расширять спектр новых идей. Наталья Ветрова, Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости. Сейчас.